Приветствую вас! Я внимательно прочитал ваш вопрос, и по поводу третьего варианта, наверное, вам сложно будет порекомендовать что-то кардинально новое, исходя из того, что вам сказали уже мои коллеги. То есть, коллеги описали вам вариант, как наращивание духовной близости, то есть перевод ее на новый уровень. Значит, вариант, можно рассматривать, ну, еще как третий вариант, можно рассматривать налаживание сексуальной жизни. Об этом вам мои коллеги сказали, и, наверное, нет смысла говорить об этих вещах. Мне бы хотелось, чтобы ответы не копировали один другого. Вот. И, как бы, нужно сказать о том, что, вот, если говорить о наличии проблем, которые у вас есть, мне кажется, как вот, у вас есть проблем. Это проблемы связаны не с тем, что у вас наблюдается дефицит каких-то вот сексуальных отношений с вашей девушкой. Значит, проблема не в том, что вы сами для себя, по сути дела, позволяете обманывать девушку свою. Проблема заключается в том, что у вас изначально что-то наполкнуло на то, чтобы не рассказывать, например, своей девушке о том, что случилось, что у вас, ну, имеется неудовлетворенность. То есть, вот, именно мотивация, именно мотивация, которая спровоцировала вас на то, чтобы, например, своей девушке врать, мотивация, которая спровоцировала вас на то, чтобы скрывать от девушке свои желания, вот именно это и является самой главной проблемой. Я почему говорю об этом так подробно сейчас. Дело в том, что именно это является причиной, то есть, вне зависимости от того, используете ли вы первый вариант, который вам предложили коллеги, вне зависимости от того, будете ли вы использовать другие варианты, которые вам также предложили мои коллеги, вот этот вот ошибочный постулат, который вы вносите, ошибочный постулат, который вы говорите, что у вас с девушкой есть, как бы, огромная духовная близость, вы не замечаете. То есть, вы не замечаете того, что у вас с вашей девушкой есть некий подводный камень, который, по сути, несмотря на все, что вы говорите по поводу ваших отношений, несмотря на то, что вы говорите по поводу того, что у вас с девушкой прекрасно, духовная близость на высоте и так далее, и что вы хотите связать с этим человеком в своей жизни, явно отсутствует некоторое подспудное, глубинное, подсознательное доверие к ней. Иначе вы, в тот момент, когда вы почувствовали, что страсть ваша утихает, иначе вы почувствовали бы, что, когда она утихла, да, в страсть, об этом нужно разговаривать. То есть, в тот момент, когда вы ощутили, что у вас с вашей девушкой есть некоторые проблемы, в этот момент, уже нужно было разговаривать с ней, предлагать какой-то вариант, предлагать какой-то вариант для того, чтобы проблему решать. Но вы ее не предложили, и, соответственно, из-за этого возникли все ваши проблемы. И понимаете, как? На мой взгляд, на мой взгляд, как бы можно можно применять разные методы для того, чтобы проблему решить. для того, чтобы ваша проблема с девушкой была сшена. Но проблема в том, что вы как бы решаете саму проблему с нижней стороны, и не решаете ее в корне. И вот я не увидел того, я не увидел подтверждения того, что я сейчас говорю, у своих коллег. То есть, я не увидел того, что коллеги вам пишут, а почему вы, собственно, не доверяете своей девушке. Ну, я читал не все ответы, безусловно. Я читал не все как бы комментарии на ваш вопрос. Вот. Но я все думаю, что этот момент очень важен. И вы о нем, об этом моменте, к сожалению, не говорите. То, что вам хочется, то, что вам хочется секса с девушкой, с другой девушкой, это безусловно нормальность. То, что вам хочется свежести в своих сексуальных отношениях, в принципе, для себя, это, пожалуй, тоже нормально. но то, что вы не сказали почему-то девушке о своих изменениях, изменениях в понимании. Изменения в понимании того, что делает вас счастливым в отношениях. А секс это один из неопъемлемых важных черт отношений. И то, что вы этого не сделали, говорит о наличии определенного противоречия между вами. Определенного противоречия между вами и определенного противоречия уже внутри вас внутри вас самого. И вы знаете, у меня складывается ощущение, что вы разделяете секс и духовную составляющую отношения. То есть для вас это для вас это разные вещи. В глубине души на своем подсознательном уровне вы чувствуете, я так полагаю, что вы чувствуете дифференциацию между сексом и между духовными отношениями. И вот почему вы ее разделяете. Почему вы разделяете отношения на эти две части? Скорее всего связано с тем, что опять же подсознательно в самом сексе со своей девочкой, с которой вы хотели, ну, хотите жить вместе и с которой вы видите свое будущее. Так вот, скорее всего в сексе вы не были свободны. Именно с ней. И этот момент, почему вы не были свободны с ней в сексе? Почему вы не настолько доверяли ей в интимном плане, что не говорили о своих желаниях? Говорит о том, что простите, вы что-то не принимаете в себе. Простите, но вы что-то в самом себе отрицаете. Что-то связанное с сексом, что-то связанное с интимной личной жизнью. Что-то связанное с вашими стремлениями, вашими желаниями, вашими потребностями и, соответственно, противоречия между этими. Эти противоречия на глубинном уровне я бы рекомендовал вам разрешить. И первое, значит, первое, о чем я хотел бы вам сказать, это то, что нужно проследить хронологическое развитие между, точнее, от начала ваших отношений и до начала охлаждения, а также проследить все ваши воспоминания, которые связаны с этим, с этими фактами, с этими моментами и так далее. и мне бы хотелось, мне бы хотелось, чтобы вы с этого начали, чтобы вы для себя подумали о том, что вас удерживало, что вас останавливало оттого, чтобы, ну, и чтобы поговорить с девушкой, чтобы рассказать ей о своих желаниях, вот это то, о чем вам стоит подумать. и я думаю, что с этого нужно начать работу. И когда ваши противоречия, когда ваши противоборствующие стороны, после дела конфликт между вашим я, между несколькими вашими я будет выявлен и разрешен для вас, вот тогда уже можно будет говорить о том, что вы сможете выбрать тот вариант, который, ну, вы увидели, увидите в тексте моих коллег. То есть, смотрите, вы задали свой вопрос без десяти шесть по московскому времени. Соответственно, я отвечаю вам в начале двенадцатого по московскому времени, и понимаю, что к тому моменту скорее всего вы уже прочитали множество ответов и что-то новое для себя увидели. Но эти варианты все они могут показаться вам какие-то приемлемыми, какие-то неприемлемыми, понимаете? и в итоге в итоге может возникнуть такая ситуация, что наступит механистическое решение проблемы. То есть, вы увидите для себя возможность механически решить проблему. Например, обратиться к психологу, к семейному психологу так, как вам рекомендует моя коллега Лидия. Это хорошее предложение. Это правильное предложение. Это верное предложение. Но предложение это верное исключительно как ну, я бы сказал как следствие. Как естественное продолжение работы вас, вашей работы над вашими же противоречиями. а если внутренние противоречия ваши решены условно говоря не будут, если вы не решите свои противоречия, если вы оставите их и они будут с вами по-прежнему, то вот эти вот невыраженные моменты, которые будут у вас невыраженные противоречия, они проявятся где-то еще. Поэтому моя рекомендация вам будет именно такая. По поводу того, что вы пишете значит о том, что может быть есть третий вариант. Ну, я бы рекомендовал вам, говоря о третьем варианте безусловно подумать что дает вам другая женщина того, что не дает ваша девушка, которая с вами сейчас. Я бы рекомендовал вам подумать о том, что дает вам ваша девушка, которая сейчас по сравнению с другими женщинами. То есть вы это все описали, но попробуйте взвесить, что для вас важно. Одновная проблема здесь в том, что вы как бы хотите получить и то, и другое. То есть вы хотите духовную близость и секс. Проблема в том, что человеческие отношения, так же как и сам человек, являются в некоторой степени не однобокими, но скорее так, склонными к выделению, склонными к смещению в определенную плоскость, в определенный полюс, то есть к полюсности. А что означает склонность к полюсности? Склонность к полюсности означает в первую очередь то, что поскольку сам человек склонен к полюсу, то есть у него есть какие-то ярко выраженные стороны, своей личности у него есть ярко выраженные какие-то вот черты, качества и так далее. А есть соответственно слабо выраженные и отрицательно выраженные. Так вот, отношения между людьми, будучи даже человеческим образованием, как бы развиваются и имеют такую же характеристику, что и сам человек. И поэтому в отношениях всегда что-то превалирует над другим. То есть что-то одно превалирует над чем-то другим. И это нормально. Люди понимают, что если, например, есть духовная близость, то есть есть превалирование разума, соответственно меньше страсти. Потому что там, где разум, там страсти меньше всегда. Потому что страсть, влечение, это неосознанное, как правило, это неосознанная реакция, неосознанное поведение человека. Влечение. То, что у вас есть, это влечение. Ну, по сути дела. Влечение. Я не думаю, что вы будете с этим спорить. Тем, что у вас влечение. Раз так, раз речь идет о влечении, то там, где есть влечение, всегда отсутствует разум. Это значит, что одно исключает другое. Но в человеке, в человеке, как такового исключения, конечно же, нет. Есть, как бы, доминирование одного на других. И поэтому в любых отношениях вам всегда нужно что-то выбирать. То есть, что-то для себя вы выбираете. Вы говорите, мне важно, допустим, мне важно, чтобы у меня с девушкой, например, были духовные отношения. Это говорит один, допустим, человек, один мужчина. А кто-то говорит, нет, мне девушке важен секс с партнером, мне важен в первую очередь, мне важен секс. И, как бы, все остальное это уже потом, это уже, ну, как бы, на второй план обходит. Понимаете? То есть, момент здесь именно в том, как человек для себя расставляет приоритет. Но всего достичь невозможно. И поэтому это первое, что вам нужно понять. Находясь в отношениях с человеком, всегда приходится с чем-то жертвовать. Одно не исключает, но подавляет другого. Такова природа человеческих отношений. Если вы этого не поймете, если вы к этому не придете, если вы это не осознаете и не сделаете своей мыслью, если вы не сделаете это своим мышлением, частью своего мышления, скажем так, правильно, частью своего мышления, если вы это не сделаете, то можно говорить о том, что вы всегда будете метаться, вы всегда будете метаться из одного в другого. И строя идеальные отношения на духовном плане, на духовном уровне, вы будете проигрывать сексуально, а строя сексуально, будете проигрывать на духовном. То есть, что-то вам нужно для себя определить, определить именно приоритет того, что для вас важнее. И после того, как вы определите для себя этот приоритет, после того, как вы поймете, увидите его для себя, этот самый приоритет, вам будет куда легче уже думать, к чему вы стремитесь, чего вы хотите, что для вас важно, и какой вариант вам больше подходит. Условно говоря, подходит ли вам вариант, например, того, чтобы вы просто поговорили со своей девушкой, ну, и пришли, например, к такому пониманию, что у вас недостаточно доверия между вами. Вам нужно о чем поговорить. Девушка совершенно не обязательно знать, что вы изменяете. Девушка совершенно не обязательно значит, что вы там семья лица на your стороне. Вы имеете полное право ее защищать. Вы имеете полное право ей об этом не говорить. Но и девушка со своей стороны имеет полное право не быть обманутой. А сейчас Вы ее обманываете и вы правильно делаете, что сомневает Вот обманывать девочку, конечно же, нельзя Особенно, если вы ее уважаете И особенно, если вы ее любите И если для вас духовная сторона вопроса важна Вы обращаетесь к ней и разговариваете с ней Вы говорите, вы делитесь с ней своими переживаниями Вы делитесь с ней своими желаниями И эти желания вы обсуждаете И обсуждая желания, вы приходите к тому, что она может для вас сделать В сексуальном плане Чтобы вы испытывали удовлетворение И чтобы не испытывали потребности в том, чтобы ходить на сторону Чтобы не испытывали потребность в том, чтобы ее предавать И ее обманывать и ей изменять Если для вас важна сексуальная потребность Если для вас более важен секс То вы выбираете скорее не разговор с девушкой А скорее именно разговор с психологом Для того, чтобы он, психолог Помог вам найти ваши проблемы И вы действуете по пути, который вам предложила лидер То есть по сути вы делаете что? Вы пытаетесь разнообразить свое сексуальное То есть вы предлагаете девушке какие-то инновации в сексе Вы говорите, а давай попробуем это, а давай попробуем это А давай попробуем это Или думаете, что для вас самого важнее Именно в сексе, что вам нужно И просто-напросто в процессе пытаетесь реализовать это с вашей девушкой То есть, понимаете как? Вы определяете, что для вас важнее, что для вас приоритетнее И в этом направлении двигаетесь Но только так И никак иначе Только определив свое противоречие И определив того, что вы хотите И определив, что для вас важнее Вы организуете свою деятельность по достижению этого И это То, что вам нужно сделать Это то, к чему вам нужно стремиться Для того, как вы сможете решить свою проблему То есть, третий вариант Это не какое-то абстрактное решение Это не какое-то решение задачи Которого вы, например, не знали Знаете, как Студент должен Решить какую-то задачу Он не может ее решить Потому что у него не хватает там знаний Он вот сидит, бьется над ней Бьется, бьется А потом Однажды, внезапно Вдруг Его осеняет И он, как бы, повышает Озарение И в этом озарении Он, как бы, находит решение В психологии это называется инсайд Так вот, это работает не так Вы сперва Находите то Что для вас важнее Вы сперва Определяете свои приоритеты Вы сперва Определяете, что для вас важнее И определяете свои противоречия И вот уже тогда Начинаете действовать И решение после этого Как ни парадоксально Приходит Или придет, лучше сказать, наверное К вам саму по себе Без инсайда Потому что это не Это не какая-то задача Которую нужно вот решать Именно Ну, так как обычно Решается любая задача Это именно Задача немного другого характера Это задача Именно на понимание того Чего вы хотите Сами для себя Чего вы желаете Сами для себя И вот в этом Конфекте В этом ключе Вам нужно и нужно двигаться И тогда, я думаю Дело лишь Времени В решении Вашей Проблемы Очень хорошо И осталось Продвинуться дальше В этой позиции И Проплевать уже Какие-то реальные шаги Для Разрешения ситуации Потому что Вы совершенно правы Так дальше Продолжаться не могут Отдельным пунктом Мне бы хотелось Сказать Чтобы вы Определили для себя Место В основном Своей девочке То есть А Собственно Она Сама Чего по-вашему Достойна А Она Сама Чего по-вашему Мне Заслуживает Заслуживает ли она Например Того Чтобы вы Ее Обманывали Заслуживает ли она Того Чтобы быть Для вас На Ну Скажем Первом На Не первом Место На Скажем Там Ну Чтобы быть Не единственной Для вас Дослуживает ли она Этого Тоже постарайтесь Ответить себе На этот вопрос Это очень Важный вопрос Ибо Он Сам по себе Не влияя Прямо На Решение Вашей проблемы Все же Все же Этот вопрос Как бы Наделяет Вас Необходимой Мотивацией Для того Чтобы данную Проблему Решить Вот и Получается Вот и Получается Что Лишь Совокупности Можно Разрешить И Ответить На ваш Вопрос И К сожалению Это работа Но Эта работа Как бы Плохая новость Это работа А Хорошая новость В том Что вы Сами Можете Ну По сути дела Эту работу Совершить То есть Вы можете Приглашить Девушки Побыть без вас В какое-то время Вы можете Приглашить Девушке Сделать небольшую Паузу Ну Можете Сказать И прямо Что вы хотите Сделать паузу Можете Сказать Что Нам просто Нужно Где-то Побыть Уехать Там По делам Чтобы Вам Побыть Беленью И чтобы Побыть Без всех Остальных Женщин И вот Пока Вы будете Один Вы и решите Для себя Приоритеты А поняв Приоритеты Вы будете Двигаться В ту сторону Которая Для вас Наиболее Близка Я думаю Что Так Можно Ответить На ваши Вопрос А Говорить Какой Именно Вариант Возможен В решении Ваши Ваши Проблемы На практике Это Будет Совет То есть Что мы Делаем Мы Советуем Вам Когда Говорим Мы говорим Есть третий Вариант Вот пожалуйста Делайте То-то То-то Но Это Третий Вариант Этот Совет Для меня Выступает Как нарушение Профессиональной Этики Я не считаю Возможно Давать вам Совет Я считаю Возможно Вам Самому Понять Какой Вариант Из Предложенных Вам Больше Подходит И двигаться В этом Направлении Потому Что для Каждого Человека Вариант Свой И вам Нужно Выбрать Также Свой А Говорить О том Что Какой Вариант Самый Правильный Я Бо Не Я Бо Не Стал Поэтому Исходя Из Того Что Вам Варианты Уже Предложили Я Их Рассматривать Особо Не Стал Считал Что Они Так Есть Вы Сами Их Увидите Но Вот Поработать Над Субъективной Стороной Вопроса То есть Над Отношением К себе К девушке К противоречиям Между ней И вами К противоречиям Уже Внутри Вас Вот А этим Вам Стоит Поработать Для этого Необходимо Уединение Для этого Необходимо Побыть Наедине С собой Прислушиваться К себе И возможно Подумать Возможно Просто Даже Не думать А Просто Вот Поставить Себе Задачу Такого Плана И Позволить Вашему Подсознанию Проделать Всю работу За себя А вы Чисто Внешне Будете Заниматься Каким-то Другим Делом При этом Вы можете Вы можете Даже Не работать Вы можете Никаких Усилий Не Предпринимать Но при этом Важно Чтобы Перед вами Непосредственно И Опосредованно Как-либо Не было Что-то Из того О чем Вы думаете То есть Расстояние Здесь Позволяет Именно Вступить Силу Не Ассоциациям Не Образам И Даже Не Потребностям Там Это Многие Потребности Будут Рефлекторными Включаются При Ассоциациях Расстояние Активирует Именно Вашу Чувственную Составляющую Субъективную Составляющую Что и Поможет вам Найти Ответы На свой вопрос И вот Когда Уже Это Будет Сделано Можно Будет Говорить О том Что Вам Можно Помочь В достижении Конкретного Результата Который Вы Сами Для Себя Сформируете Ну Если Вы Побыв Наедине С собой Все же Не Определитесь Если Вы Не Сможете Определиться Если Вы Не Сможете Расставить Приоритет То Тогда Я Рекомендовал Вам Обратиться К психологу И Уже С ним Поработать На эту Тему Конкретно То есть Не решать Вашу ситуацию Как таковую Не Искать Вариант Тоже Как таковый А именно Поработать На эту Субъективную Сторону С Одним Психологом Можно Поработать Над Субъективной Стороной С Другим Психологом Можно Поработать Над Достижением Именно Конкретного Результата То есть Здесь Все Зависит Именно От Вашего Желания На этом Все Надеюсь Что Помог Вам Если Какие То Вопрос Остались Обращайтесь В личку Могу Если Вам Понравился Мой Ответ Буду Благодарен Если Сделаете Его Лучшим Желаю Вам Принятия Верного Решения Желаю Вам Всего Самого Доброго И Удачи Благодарю